Добрый день, меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quas, специальный репортаж из Канзас-Сити, музей игрушек и миниатюр. Мы находимся в зале, где собраны старые игрушки. Входно встречается такой вот индейец, а дальше куча-куча стендов с разными настольными играми. Назначение некоторых игр я еще могу догадаться и понять. Вот этот, например, пин был вот такой вот настольный. У меня в детстве была такая советская версия такой игрушки. Назначение некоторых игрушек нужно ломать голову, чтобы понять, на что это должно быть. Вот такой супер-эд-барон. Такой вот непонятный индейец. Очень забавные игрушки. На такой вот лабиринте, видимо, шариками нужно катать. К сожалению, здесь нету никаких табличек по поводу того, в каком году были сделаны те или иные игрушки. Поэтому можно только догадываться по стилистике. Вот, например, пин был с Микки Маусом, выглядит достаточно очень старым, может быть, даже довоенный. Тем более, что Микки Маусом рисовал старые стилистики, как его раньше рисовали. Вот такая вот интересная игрушка, типа американских горок. Сделанная из дерева картона. Вот такие тоже еще старые игрушки. К сожалению, у нас лимит времени не позволяет снимать подольше вот это видео, поэтому мы должны уложиться в 15 минут нашего ролика. Но я постараюсь показать самое-самое интересное. Вот такой-то дельбан. Видимо, как-то с этим детькой управляли, может быть, надо ли ключевочек. И он пускает туда шарик. Очень интересно. Это тоже какой-то с шариками какая-то игра. Беллер тоже, видимо, нужно играть вдвоем. Ответ настольные игры. Еще варианты Пинбл. Очень интересный мальчик такой на журнале Live на обложке. Ну и, конечно, солдатики. Солдатики и крепости. Кто в детстве не играл в солдатики? Гарни genau. Это целый гарнизон. А тут просто какое-то ватерлоу происходит. Мне сложно отсюда разглядеть, что за стилистика у этих солдат. Но там идет форменная мясорубка, какой-то замок и куча-куча солдатиков. Это все игровые солдатики, не коллекционные, которые стоят за стеклом, а это, видимо, какая-то игра. Продавалась. Мех там очень много. Вот такие вот картонные модели. О как! Вот такая вот крепость с гарнизоном. Солдаты одеты в астрийскую форму, в каске фельдграву. Ну, а это мечта мальчиков. Вот такие петики. Даже есть сопроводительная надпись, что это 1879 год. Это у нас ковбойцы. Кто родился в СССР, еще помнит. Были такие пластмассовые ковбойцы, индейцы. Выпускал, по-моему, Донецкий завод. В общем, популярная была игрушка. Самая распространенная. Еще всех песочниц. Останавливали. Этим все.